Здравствуйте! Я Олеся Павлова и это выпуск программы «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. И вот, что вы сегодня увидите. Глава региона Максим Егоров провел прием граждан. У нас крайняя самая улица, ближе к железной дороге, освещения нет, дети гоняются, бабушки ходят. В центре внимания капитальный ремонт, дороги и пляжи. Хорошо, тогда в сентябре встречайтесь с жителями. Прежде чем подписывать проект, принимать работу, жители ознакомьтесь. В Сосновском округе капитально ремонтируют школу. Здесь уже произвели разводку отопления, сделали электричество, демонтировали пол. Параллельно в одном из сел округа обновляют Дом культуры. По графику мы идем как положено, даже чуть-чуть с небольшим опережением. Футбольный клуб Державенского университета принимает гостей из Казани. Поле покажет, кто здесь сильнее. За что борются команды и кто оказался сильнее. Победы в матчах Национальной студенческой футбольной лиги дадут державенцам шанс попасть в шестерку лучших команд. В селе Иловай-Дмитриевское Первомайского округа школьница на мотоцикле врезалась в стену и погибла. 13-летняя девочка взяла мотоцикл у своего друга. Школьница не справилась с управлением и врезалась в стену гаража. Шлема на девочке не было. От полученных травм она скончалась по пути в больницу. Глава региона Максим Егоров провел прием жителей области совместно с адампартийцами из Единой России. Ремонт кровли дома и дороги, обустройство освещения и благоустройство пляжа. С такими вопросами обратились в приемную тамбовчане. Какие решения получили эти проблемы, знает Юлия Савушкина. Каждое лето проводили в Тамбове. Дмитрий и Жанна Каравко приехали в Тамбов из Воркуты. Здесь супруги живут в историческом месте, в актерском доме. Его состояние и стало поводом для обращения в приемную. Дом актерский. Там проживало более 25 артистов народных, заслуженных Российской Федерации, Украины. Очень знаменитый. Смысл вопроса нашего был в том, что на 2024 год наш дом должны были отремонтировать. Крышу и фасад. Но как-то все с капремонтом затянулись. Пошли отписки, что есть дома, может, похуже. Вопрос как бы не решался. Все спускалось на тормозах. И поэтому мы вынуждены были обратиться напрямую к главе региона. Как выяснилось, на приеме дом не включен в план на ремонт в этом году. Но, по мнению специалистов, крыша и фасад требуют обновления. Глава региона поручил областному министерству ТЭК и ЖКХ совместно с фондом капремонта рассмотреть возможность срочного проведения работ. В этом году подготовят проект на сметную документацию, а в следующем дом отремонтируют. Думаете, как это сделать? Торги, когда у вас будет готов проект? Вообще, по практике, это порядка двух месяцев уже будет какой-то момент. В сентябре встречайте с жителями. Прежде чем подписывать проект, принимать работу, жители ознакомки, чтобы они посмотрели проект, расскажите, может быть, что-то нужно будет еще добавить. Совсем скоро решится и проблема села Ранина Мичуринского округа. Жители пожаловались на состояние дороги, по которой дети ходят в школу. Максим Егоров заверил заявительницу, к первому сентября участок отремонтируют за счет средств муниципального бюджета. Договорились? Да. До первого сентября. Хорошо. А депутаты на депутатский контроль? Формат партийных приемов изменился. Теперь, по предложению главы региона, запросы тамбовчан сначала отрабатывают депутаты от «Единой России» всех уровней, а уже после решения проблемы обсуждают на личной встрече вместе с членами правительства. Необходима вовлеченность депутатов в решение запросов жителей, отметил Максим Егоров. Так партийцы присоединились к решению вопроса еще одной жительницы Мичуринского округа. Она приехала из села Стаева. Это довольно крупный населенный пункт. Здесь живет почти полторы тысячи человек. У нас крайняя самая улица, ближе к железной дороге, освещения нет, дети гоняются, бабушки ходят. Очень хотелось, чтобы вы помогли в этом вопросе. Обустроить освещение поручено до наступления зимы. При этом глава региона отметил, что ответственные ведомства должны проработать варианты решения вопросов Мичуринского округа совместно с муниципальной властью. Уваровцы приехали на прием с просьбой помочь в организации пляжа. Выяснилось, что в городе нет оборудованной зоны отдыха на берегу реки Ворона. Максим Егоров поручил руководству городского округа совместно с профильными региональными ведомствами благоустроить территорию уже в этом году. Максим Егоров также отметил, что все вопросы, с которыми к нему обратились тамбовчане, он держит на личном контроле. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Рамазан Уруш, Магомедов, Область новостей. Обновленные школа и ДК совсем скоро порадуют жителей нескольких населенных пунктов Сосновского округа. На территории муниципалитета реализуются сразу два нацпроекта – образование и культура. По одному в марте приступили к капитальному ремонту школы в селе Дегтянка, а по другому уже завершают обновление Дома культуры в селе Правой Ламки. Вместе с главой Сосновского округа Полина Мотовникова понаблюдала за ходом работ на этих двух объектах. Первый объект капитального ремонта в Сосновском округе – школа в селе Дегтянка. Типовое двухэтажное здание построили здесь еще в 1974 году, когда большой привычный нам Сосновский округ представлял собой три отдельных района – Дегтянский, Ламский и непосредственно Сосновский. Со временем территории объединили, а это учреждение приобрело статус филиала первой сосновской школы. За полвека эти стены ремонта не видели ни разу, поэтому в этом году было принято решение полностью обновить внешний и внутренний вид постройки. Капитальный ремонт школы в селе Дегтянка начался еще в марте этого года, и на данном этапе подрядчикам выполнено 29% всей работы. Здесь уже произвели разводку отопления, сделали электричество, демонтировали пол, а также начали укладку чернового. Отмечу, что процент готовности определяется комиссией еженедельно по четвергам, поэтому послезавтра этот показатель вырастет. Также у нас вот здесь должны быть работы штукатурные, они тоже у нас завершены на 95%. Если мы потом пройдем с вами вот в то отделение, вы увидите, что штукатурные работы у нас только в столовой еще не завершены, в остальных местах завершены. В школе учатся больше сотни детей. Это ученики с 1 по 11 класс и дошкольники, из самой Дегтянки, а также из близлежащих сел. Отремонтируют здесь все 34 кабинета, включая актовые и спортивные залы, медпункт и столовую. Но модернизация – это не только обновление облика здания, а снастят учреждения и современной техникой на 7 миллионов рублей. Это будет современная школа, современный облик школы. Что я вам сказал об оборудовании, значит, это будет совершенно новая мебель, это будет мультимедийное оборудование, компьютерный класс, интерактивные доски. То есть, одним словом, это будет совершенно современный, другой современный стандарт образования. На капитальный ремонт выделили 71,5 миллион. По проекту завершат все работы к 2025 году. Но, по словам подрядчика, идут они с опережением графика. Поэтому закончить должны будут раньше. А это село Правые Ламки. Здесь по национальному проекту культуры идет ремонт старого ДК. Знаете, мы вообще стараемся сохранить все дома культуры. Это поручение губернатора нашего, да, поэтому особое внимание уделяем сельским домам культуры. Населенный, по-моему, достаточно крупный. Поэтому необходимость в данном учреждении, она просто актуальна. Праволамский дом культуры общий для трех сел. Первый и третий Левые Ламки и Правые Ламки. В населенных пунктах проживает больше двух тысяч человек. И на праздники творческие коллективы. Традиционно ходят друг к другу в гости. В следующем году здание будет праздновать свой полувековой юбилей. И подойдет к этой дате оно уже обновленным. Черновые, коммуникации. То есть, в принципе, мы сейчас идем, ну, по графику мы идем как положено. Даже чуть-чуть с небольшим опережением. Ну и уже подходим к чистовым работам. Подрядчик уже смонтировал систему водоснабжения, водоотведения и отопления. Заменил окна и двери. А также скоро отремонтирует крыльцо и кровлю. Кстати, в Сосновском округе это уже не первый капитально отремонтированный дом культуры. Это третий капитальный ремонт по национальным проектам культуры. Кроме того, у нас еще два дома культуры отремонтированы по программе местный дом культуры. И за счет региональных средств отремонтирован у нас в селе Атманов угол еще дом культуры. Там, где у нас проходят наши легендарные атманские кулачки. Актовый зал этого ДК будет рассчитан на 120 мест. Сюда закупят новое звуковое оборудование и одежду для сцены. А также появится туалет, которого раньше не было. Отремонтируют и библиотеку, что находится по соседству в этом же здании. Обойдется весь капремонт почти в 10 миллионов рублей. Капитальный ремонт дома культуры в селе Правые Ламки завершен почти на 60%. В каждом помещении остались лишь отделочные работы. Будь то кружковые комнаты или актовый зал. И буквально в сентябре этого года коллективы Сосновского округа смогут выйти на сцену обновленного ДК. Полина Мотовникова, Николай Иванов, Данил Лычко. Область новостей. Глава региона Максим Егоров потребовал от руководства муниципалитетов усилить работу в части ликвидации несанкционированных свалок. Проблему обсудили на совещании в правительстве области. В этом году с несанкционированных свалок региона убрали свыше 6 тысяч тонн отходов. Это в 4 с лишним раза больше, чем было в прошлом году. Такие данные на профильном совещании в областном правительстве привели представители рекоператора по вывозу мусора. Помимо бытовых отходов в неположенных для этого местах находят строительный мусор, ветки деревьев, шины и упаковку, которую обычно используют магазины и другие юрлица. Вопрос по уборке мусора. Я сейчас не говорю на вывоз мусора в самих контейнерах. У нас работа более-менее налажена нормально. Контейнеры вывозятся. Задержки по вывозу контейнеров нет. Самый главный вопрос, который у нас есть, и это есть обращение граждан, это скапывание мусора вокруг контейнерных площадок. Это так называемые несанкционированные свалки. Ответственность за вывоз несанкционированных свалок лежит на муниципальных образованиях. А страдает от того, что у нас не вывозится мусор, жители страдают. Глава региона призвал руководителей муниципальных образований усилить работу в этом направлении. В том числе, как считают участники совещания, населению важно напомнить правила утилизации отходов. Крупногабаритный строительный мусор нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов и тем более складировать рядом с ними. Для этого по ряду адресов установлены специальные бункеры. Точные данные есть у рекоператора. Нарушителям может грозить штраф. В Тамбовской области продолжается работа по сохранению геодезических пунктов. Они обеспечивают единую систему координат и высот на всей территории нашей страны. Единая геодезическая сеть имеет важное государственное значение для картографии, градостроительства, а также обеспечения обороны и безопасности. В работах на местности приняла участие и наша съемочная группа. Отыскать и зафиксировать правки в местоположении всех геодезических пунктов на территории Тамбовской области. Такую практическую задачу на местности решают специалисты Росреестра. На учет необходимо поставить знаки, которые были установлены и 80 лет назад, и совершенно новые конструкции. Более удобно. Здесь не нужны штативы, триподы. Сразу на пункт ставится спутниковое оборудование и производится контрольное измерение. Геодезическая сеть с высокой точностью распространяет на всю территорию России систему координат и высот. Геодезические пункты можно встретить не только на открытой местности, но и в городах, причем в самом неожиданном месте. Наша цель – закоординировать с помощью специального высокоточного спутникового оборудования данный знак и передать эти координаты в Москву для дальнейшего использования кадастровыми инженерами в работе. Проверяем состояние, в каком он состоянии, можно от него работать или нельзя работать. Сам по себе знак в земле или в стене не является источником сигнала. Это отметка на местности с точными координатами, от которой ведут отчеты. Путешествие по Тамбовской области для сотрудников Росреестра – часть работы. До конца теплого сезона необходимо найти и привести в соответствие все геодезические пункты, расположенные в регионе. В среднем мы проезжаем где-то 350-400 километров за один день. Они, как правило, располагаются в середине поля, которое используется для посадки сельхозкультур. Бывает до них иногда заросшие, бывает в посадках, бывают пункты. В каком состоянии будет следующий объект, неизвестно, поэтому для его поиска и приведения в соответствие необходима серьезная экипировка. Двумя лопатами, шуруповертом для зачистки пункта, бензопила у нас с собой, обычная ножовка, там где бензопилу не актуально использовать, какие-то мелкие. Вырубаем, копаем, зачищаем. Сегодня на сельхозугодиях можно еще встретить металлические пирамиды, установленные на курганах. Каждая пирамида находится в прямой видимости другой. Это позволяло в доэлектронные времена вычислять координаты путем прямых замеров и расчетов. На территории Тамбовской области порядка 900 геодезических пунктов в государственной сети. Более 700 пунктов уже приведены в соответствие за прошедшие два года. А этим летом предстоит завершить работу полностью. Сохранность этого пункта, она играет важные значения, потому что государственная геодезическая сеть, которая закладывалась еще в 70-80-е годы прошлого столетия, она предназначена для выполнения геодезических, картографических работ, кадастровых работ, работ по землеустройству, недропользования. Согласно законодательству, каждый земельный участок должен иметь свои границы. И точные сведения об этих границах должны быть внесены в единый государственный реестр недвижимости. Они носители точка с координатами, с точными. И для того, чтобы установить границы какого-то земельного участка, делается треугольник от этих пунктов. И вычисляются просто границы, координаты вот этого земельного участка с точностью до 0,1 см, например, в населенном пункте. Специалисты Росреестр предупреждают, геодезические пункты являются федеральной собственностью. И за их разрушение предусмотрена административная ответственность. Штраф для юридического лица составляет 200 тысяч рублей. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Данила Лычко. Область новостей. В гостях у студентов Тамбовского техникума отраслевых технологий побывали представители Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. Они рассказали ребятам о правилах поступления, сроках обучения и специальностях. Подробности встречи в нашем сюжете. Расскажу вам более подробно, как курсанты проходят процесс обучения Михайловской военной артиллерийской академии. Михайловская военная артиллерийская академия, расположенная в Петербурге, единственный вуз России, который выпускает офицеров для ракетных войск и артиллерии. За свою 204-летнюю историю из стен академии вышли 142 героя Советского Союза и 13 героев России. Сегодня представители академии приехали в Тамбов, чтобы рассказать о преимуществах обучения. Все, кто поступит на 5 лет в нашу академию, социально будет обеспечены. Им будет платиться стипендия. С конца первого курса, кто заключит контракт, будет получать от 15 до 20 тысяч стипендию военную, если можно так ее назвать. Также каждый будет обеспечен по выпуску дипломом в высшем профессиональном образовании. Ну и если учитывать даже новые реалии, 5 лет пока курсант будет учиться в нашей академии, при проведении специальной военной операции, никто его ни туда не призовет. Стать офицером сложно, но престижно. На специалитет могут поступить юноши от 16 до 22 лет, которые не проходили военную службу. И до 24 лет, кто был в армии. Оцениваются результаты ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. Также нужно пройти осмотр психолога и сдать физподготовку. У нас порядка 38 учебных заведений Министерства обороны, по которым у нас задание отобрать ребят. И в каждом учебном заведении есть данные кандидаты. На сегодняшний день даже есть возможность колоссальная ребятам поступить в Донецкое общевойсковое училище. Не только по результатам ЕГЭ, но и имеющим просто аттестат о среднем образовании. Для многих юношей сегодня стоит вопрос выбора своего жизненного пути. И среди разных профессий есть та, которая всегда будет востребована. И это защитник Родины. Такие выездные дни открытых дверей, как говорят организаторы, помогают определиться с выбором будущей профессии и специальности. А к этому вопросу нужно подходить серьезно и обдуманно. Олеся Павлова, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. Державенцы принимают гостей из Казани в рамках Национальной студенческой футбольной лиги. Клубы борются за место в шестерке лучших студенческих футбольных команд страны. Об итогах спортивной встречи расскажет Полина Болотова. Тамбовский и Казанский футбольные клубы встретились впервые, а потому до матча не знали, чего ждать друг от друга. Державенцы интенсивно тренировались, пока команда Сатарстана отдыхала. И в этом преимущество тамбовчан. Соперники пропустили ряд сезонов, играли в лиге ниже. Это их первый сезон высшей лиги. На домашний тур ты всегда настраиваешься, и какие-то моменты футбольные идут в пользу тебя. Не скажу, что всегда домашняя команда забирает этот тур, выигрывает. Поэтому поле покажет, кто здесь сильнее. Первый тайм вышел напряженным. В команде соперника не обошлось без травм. После замены игра продолжилась. Первый гол забила тамбовская команда. В этом сезоне ввели новшество. Теперь, если игра завершается с равным счетом, пробивается пенальти. По итогам победитель получит два дополнительных очка. Многие тамбовчане – игроки с опытом, и на это делают ставку. В возрасте, в первую очередь, в опыте. У нас люди заиграны за местную академию футбола, они тренируются отдельно. Мы тренируемся с некоторыми ребятами отдельно, где-то сами, где-то не сами. В общем, все сыграны довольны, все знают, как играть. Освоившись на поле, гости начали увеличивать темп игры. Тамбовчане растерялись. Результат первой игры домашнего тура – Тамбов проиграл со счетом 1-2. Футболистам предстоит выстоять еще две игры. 26 июня играем со Смоленском и 27-го с командой из Севастополя. После сезон для державы завершится. Победы в матчах национальной студенческой футбольной лиги дадут державинцам шанс попасть в шестерку лучших команд. Если все сложится наилучшим образом, то в следующем сезоне парни покажут новую игру с новыми соперниками в Суперлиге. Полина Бултова, Евгений Михеев, Александр Камзарев. Область новостей. В Тамбов с большими гастролями приехали артисты Московского театра на Трубной. В рамках федеральной программы они покажут зрителям четыре спектакля. За несколько часов до выхода артистов на сцену драмтеатра представители творческой труппы встретились с журналистами. На пресс-конференции побывала Елена Хромова. Идейным, вдохновительным и организатором больших гастролей стал Росконцерт. С каждым годом проект привлекает все больше участников. Сотни артистов получают возможность приобрести профессиональный опыт, а жители крупных и малых городов увидеть лучшие спектакли. Только за минувший год более 270 театров и 66 коллективов показали 2500 спектаклей и концертов более чем в 80 регионах страны. В этом году Тамбовская область завершает театральный сезон. Таким очень крупным, очень важным для нас подарком. Судьбоносный этот подарок и само явление историческое, потому что вот уже два, наверное, с половиной года мы не можем встретиться вживую с Дмитрием Ханановичем Астраханом, руководителем замечательного театра «Натробная». Спасибо всем тем, благодаря кому это все состоялось, что выделяются на это деньги, Росконцерты, что они все это дают, Министерство культуры, я так понимаю, что это все общая программа такая. Это когда-то для нас бывший, на самом деле, традиционный, я помню, мы все время ездили куда-то на гастроли, все театры. Сейчас они всегда происходят, но вот, слава богу, что эта традиция возобновляется. Уже сегодня на сцене Тамбов театра зрители увидят постановку «Красавец-мужчина». В театре «Натробной» премьера выдавили по пьесе Островского, состоялась в сентябре 2023 года. Это комедия русской жизни в постановке Дмитрия Астрахана. Завтра артисты сыграют перед зрителями спектакль «Спасти камер юнкера Пушкина». Драматург Михаил Хейфиц предлагает публике изменить вход исторических событий и вернуть классика к жизни. 28 июня любители театра ждет дневной показ спектакля «Толстого нет», в котором одну из главных ролей сыграет народная артистка России Ирина Алферова. Знаете, как я музыку? Признаться не только музыку, а весь этот светский блеск, цветы, красивый наряд. Предусмотрен в рамках больших гастролей и спектакль для семейного просмотра. И это вредные советы. Мы пытаемся искать какие-то разные пути, подходы к зрителям, но основа всего этого должна быть одно, как я считаю. Цементировать все это должно быть очень хорошие актерские работы, должны соблюдаться все достижения нашей школы традиционной психологического, драматического театра. То есть и в любом произведении должен быть смысл. Ради чего? Вот это как бы вопрос, ради чего мы это ставим? Он должен как-то так быть. Что мы сегодня хотим сказать этим произведениям? Идея воссоздания единой гастрольной системы получила отклик у творческих коллективов по всей стране. Культурный обмен укрепляет связи между городами и объединяет ценителей театра. Елена Хромова, Олег Осипов, Рамазан Урожмагомедов. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова